Сегодня будем изготавливать простой, но очень полезный инструмент. В первую очередь потребуется вот такая вот заготовка. Это отрезок от вала электродвигателя от стиральной машины. Почему я его выбрал? Да всё просто. Потому что здесь имеется насечка. Очень удобно будет в последующем пользоваться инструментом. Значит, в первую очередь торцанём, торцанём. Для того, чтобы не повредить насечку, которая здесь присутствует при зажиме заготовки патрон токарного станка, защитим это всё дело скотчем. Она лучше изолентой, но скотч тоже, в принципе, подходит. Главное, побольше его намотать, не жлобиться. Все-все-все-все-все. Как говорит один хороший мастер, зажиман то. Кстати, этот хороший мастер один из тех, кто вдохновил меня изучать металлообработку на токарном станке. Большое ему спасибо за это. Так, вперёд. Кстати, интересно, что это за марка стали такая. Я почему-то думал, что валы электродвигателей делаются из, ну там, как минимум сталь 40. Но нет, точится словно сталь 3. Интересно всё-таки. Если кто знает, пишите в комментах. Буду благодарен за полезную информацию. Один из торцов закруглим. Я буду делать это с помощью напильника. Это нужно для того, чтобы в процессе эксплуатации острая грань не резала руку. Теперь мне необходимо проселить отверстие диаметром 6 мм. Просверлю до середины. Затем переверну заготовку. И ещё раз до середины. Моя крутая держалка. И немного уменьшим шероховатость поверхности. Достаточно. Следующая задача. Немного отступить и сточить лишнее. Глубина примерно миллиметра 3. Сточим и достаточно будет. Выточить то я выточил. Но в процессе мне пришла идея, как усовершенствовать это всё дело. Дальше вы поймёте. Сейчас задача попробовать профрезеровать здесь вот такой вот паз. Сейчас покажу. В шпильке зажал деталь, а саму шпильку зажал в рецедержатель. Фрезой делаем надрез. Вручную, естественно. Он глубокий не нужен, поэтому ручами-ручами оно не так-то сложно. Не так-то долго, точнее. Потратил минут 30 времени и вот результат перед вами. То есть просто кусочек срезан. Так будет гораздо удобнее, чем просто выточки делать. Но впоследствии поймёте. Что дальше? А дальше нам необходимо просверлить вот здесь отверстие и нарезать в нём резьбу М4. Сверление осуществляю на токарном станке. Можно было и на сверлильном, но на токарном отверстие получится качественней. По сути деталь держится всего двумя кулачками, фиксируется. В принципе, этого достаточно. И есть. Вот такой результат. Следующий. Потребуется вот такой вот валик. Не знаю чего. Тоже, скорее всего, две телят какого-то. Я обычно их не выбрасываю. Выпрессовываю и дальше использую. Классный валик. Ровно 6 мм. Я обмотал его скотчем, дабы была возможность зажать в патрон токарного станка и просверлить отверстие и нарезать резьбу М3. 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 Количество деталей неумолимо растет. Дальше потребуется вот такая вот держалка от стеклореза. Держалка для твердосплавных дисков. Сейчас попробуем немного обточить ее. Зажмем через винт М3 и в токарный станок. Да, да, да. Также была выточена еще одна часть из точно такой же детали. Просто выбил штырьки и немного обточил, дабы уменьшить толщину. Также практически одновременно с этим был найден в запасах вот такой винт. Шикарный винт. Но он кривой. Необходимо немного подровнять. Чтобы не испоганить резьбу, накручиваю на нее медную проволоку. Зажал в патрон и по чуть-чуть ровняю. Ровняю медным молоточком. Самодельным. Ох, сколько помню под этим видео, в котором я его изготавливал, сколько там желчи было. Да он развалится. Да он ненадежный. Как видите, все в порядке. До сих пор служит верой и правдой. Все детали готовы и можно производить сборки. Для начала установим ролики. Крышечку. Винт. Сюда конечно лучше было под шестигранный ключик, но у меня такого нету М3. Есть только простые. Но ничего пойдет. Как найду винт нормальный, под шестигранный ключик, поставлю его. Эту запчасть вот сюда прикручиваем. Нормально. Вуаля! Вот такая простая приспособа. Проведем испытание. Допустим нам необходимо 11,1 миллиметр. Выставляем. и зажимаем винтом. Берем размечаемый предмет, у нас это квадрат, прикладываем и размечаем. Блин, а хоть бы на камеру видно было. Идеально. допустим нам нужно 8 и 1 выставляем зажимаем прикладываем и только раз идеально. Зачем такие танцы с бубном? Спросит зритель. А все просто. Вот что происходит с штангенциркулем, если им производить разметку. Это я нашел на металлоломе. Видно? Вот такая фигня. Штанген жалко. Поэтому буду размечать отныне вот этой приспособой. Да, естественно есть недостаток. Достаточно серьезный. Ну, в некоторых случаях и не серьезный. Вот смотрите. Если мы поставим минимальное положение, так, ой, откручиваю. Вот так. Если в минимальном положении, то минимум, который мы можем разметить, составляет где-то 5 мм. Это минимальное, что мы можем разметить. Меньше этой приспособой не разметишь. Меньшее расстояние. Ну, ничего. Меньше я буду что-то выдумывать. Вот такие дела. До новых встреч. Пока. Я уже вынашиваю планы по усовершенствованию. Представьте, если бы здесь разметку нанести. Я думал травлением, но травления, мне кажется, точности не будет. Может, на токарном станке как-то рисочки. Чик-чик-чик. Там, допустим, шагом, ну, хотя бы 1 мм. Вообще, было бы классно лазерным станком, но у меня его нету. Пишите свое мнение. Может, кто что предложит интересное. Обязательно. Обязательно. Обязательно.